Молодежные новости Одна из наших суббот началась в Ихве на Дне Хорошего Настроения, после которого мы отправились в Котлоярьевский Ледовый Холл. К сожалению, игру женской команды местного клуба Эверест и столичного клуба Розовая Пантера мы увидеть не смогли, так как в это время находились на празднике в Ихве. В Ледовый Холл мы успели приехать к началу встречи мужских команд клуба Эверест и ПСК Нарва. К тому времени нас ждала радостная новость. Женская команда Котлоярьевского Эвереста завоевала золото чемпионата Эстонии. И хотя первыми шайбу забросили игроки Розовой Пантеры, во втором и третьем периодах Котлоярьевские девушки ответили двумя шайбами, завершив встречу со счетом 2-1 в пользу Эвереста. Расскажи немножко об этом матче. Да, мы сегодня играли с таллиннской командой Роза Пантер. Это была игра, получается, финал, и мы выиграли, и теперь мы первая команда по Эстонии в этом. Обалдеть, молодцы, я поздравляю вас. Слушай, расскажи немножко о своих впечатлениях об этой игре. Какой момент был самый тяжелый? Впечатления просто бомбические было, и страшно, и как бы хотелось играть, чтобы всех порвать. Когда удаляли наших игроков, было тоже сложно защищаться, и когда Аня Федяева забила эти два гола, это было просто... Это на самом деле я очень восхищаю ей, это мой любимый игрок. Вау, ну я просто в шоке. Слушай, а сколько у вас времени уходит на подготовку к матчу? Ну, на подготовку к матчу каждый готовится отдельно, приезжает сюда и идет разминка. А получается так, мы тренируемся три раза в день, и в один день у нас две тренировки подряд. Слушай, расскажи мне немножко о ваших соперниках. Какая команда была самой сильной? Какой матч был самый трудный для тебя? Ну, на самом деле, самый трудный матч, это были тоже сталинская команда и гризли, потому что в этом сезоне мы все матчи сыграли с ними в ничью. Это была очень напорная игра у нас, там, на скорую возили игроков. И, ну, на самом деле, очень сложно было с ними играть. Обалдеть. Пока мы брали интервью, норвитяне успели поразить ворота Эвереста. Мы отчаиваться не стали, ну, с кем не бывает. Были уверены, что наши отыграются и со спокойной душой отправились к тем, кто является самыми ярыми поклонницами наших хоккеистов. Это их вторые половинки. Так и случилось, вскоре Эверест также забросил первую шайбу. Впрочем, гости из Нарвы мириться с таким положением вещей не стали и второй раз поразили ворота кухтлоярвиста. Несмотря на это, мы продолжали свой путь к задрительской трибуне, пытаясь не пропустить мимо объектива интересные моменты на ледовой площадке. Слушайте, девчонки, ну, я смотрю, вы прямо такие заядлые болельщики. А вы можете меня охарактеризовать настоящего болельщика? Ну, неважно, поражение или победа, я думаю, что наша команда самая лучшая. Мы их всегда поддерживаем. А как вы поддерживаете словами, кричалками, еще, может быть, словами? Словами, кричалками, эмоциями. А вы как-то связаны с хоккеем или просто вам это интересно? У нас мужья играют. А как вы поддерживаете своих мужьей вот перед матчем? Отстраиваем, подбадриваем. Словами, да? Ну, конечно, и действиями. А как дома проявляется вот наличие хоккеиста? Может быть, у вас диета какая-то особенная или ритуалы какие-то, утренние зарядки? Нет, ну, это постоянные тренировки, каждый день питание поддерживают, витамины покупаем. Это такс-форма всегда дома. Стираем, убираем. Ну, в общем, вам дома не скучно с хоккеистом? Нет. А вам не страшно, вот когда он выходит на лед, что будет какая-то травма? Всегда страшно, конечно. Ну, я не переживаю, я знаю, что он крупный парень, он сам кого хочешь. Справится, если что. Сто процентов. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Карина, я девушка-хоккеиста. Слушай, расскажи мне, как ты поддерживаешь своего мужчину на играх? Стараюсь всегда помогать ему словами и быть опорой. А ты на каждой игре присутствуешь? Конечно. Слушай, расскажи, как дома обстановка, проявляется ли хоккейная вот эта карьера твоего парня дома? Ну, не без этого. Может, питание какое-то отдельное у вас диетическое? Ой-ой-ой-ой! Нет? Не в этот раз, нет. Хорошо, спасибо. Нашей радости не было предела. Прямо во время интервью Эвереста прилетел в вратаря поиска Нарва и сравнял счет 2-2. В момент же, когда на табло красовались три очка в нашу пользу против двух у Нарвитян, была надежда, что этот день завершится второй красивой победой клуба Эвереста. Но чудо не случилось. Поиска Нарва удалось переломить ход встречи и завершить ее со счетом 6-3 в свою пользу. Несмотря на поражение, Эвересты и его болельщики после финальной сирены аплодировали своей команде стоя. Алена, помогай бы, Илья Тельнов специально для молодежных новостей. Молодежные новости Субтитры создавал DimaTorzok